Алкоголь не только, ну, понимаете, людям определенного контингента, но и несовершеннолетнего. То есть это, ну, и как бы это безнаказанно, ненаказуемо и повсеместно. Я не говорю, что молча в Акстане чем-то отличается, я думаю, что такая ситуация по всей России практически. Можете ли вы таким-то образом повлиять или, по крайней мере, поднять эту тему? И делается ли вообще в этом направлении что-либо, чтобы муниципальные власти могли ограничить торговлю алкоголем на территории страны? В общем, мне очень жаль, что это случилось, что вот такой резкий подъем и неприятно, что чувашеская республика... У нас ответ такой страшный. Это какое место у нас получается? Мы были на 72-м, стали на 32-м. После Санкт-Петербурга, Москвы и Томской области мы посмотрели. То есть если Москва это 28-е место, Санкт-Петербург это 30-е, по-моему, Томск идет 31-е, 32-е, вместе с Владимирской и Севером. Там, в Сахайкуте у нас идет очень страшно. Компания хорошая, она не в хорошем списке. Да, вот. Поэтому вот здесь мы просто сейчас сталкиваемся с такой проблемой, как Жен-Совет, как сами журналисты, мы понимаем, когда мы насчитываем на одной улице Новочебоксарской количество питейных заведений примерно равное жилым домам, вращаемся к муниципалитету, а Игорь Борисович с Олегом Аркадьевичем говорят, что мы ничего сделать на самом деле не можем. Вот есть закон, который разрешает, первое, торговать этому человеку, у него есть лицензия Минека и так далее, и так далее. Что мы еще не выдаем, но при этом у нас единственный рычаг, это определение расстояния до питейного заведения. Соскут был в здании, да. Ну, это же не сады, и школы. Ну, вот, когда Игорь Борис подписал постановление к части расстояния увеличивших до 100 метров, у нас половина торговых точек закрылись полностью с пятием. То есть, ну, как бы, причем... Так, но, тем не менее, это не повлияло на позицию рейтинга в хорошую сторону. Нет, все равно у нас... Не успели выпить. Нет, пришлось обосходить. Причем, причем, потому что это же официальный алкоголь. Это же не суррогатный алкоголь, а именно официальный. Вопрос заключается здесь, по каким критериям? Нет, нет, это по докторе сенсируемого алкоголя. Это по продаже сенсируемого алкоголя, а не по тому, сколько там Кютер не пьет. Я поняла. У нас дубовое, недубое... Это очень... Наталья, так, вы сказали, что много несовершенства закладательства, вы анализировали ее? Мы смотрели вот у... Требования, значит... Да, все требуется, конечно, с эмунсипалитета, с руководителем эмунсипалитета. То есть, главной администрацией, прежде всего, в частности, того, что почему у вас тут пьют, почему, допустим, безобразие, почему торгуют фанфуриками. Но, чем Бог, законодательно... Какие они должны быть? По спиртосодержащим, по продаже. Понимаете, какая ситуация? Вот мы вместе пошли в рейд с ГУВД. Смотрите, описываю ситуацию. У нас сейчас спиртосодержащим продуктом, фанфуриками, так называемыми, могут торговать не только аптеки, но и все, кто торгует бытовой химией, те, кто торгует кошачьим собачьим кормом. У нас, понимаете, какая сейчас ситуация? Что предприниматель, торгую кошачьим кормом, на самом деле, занимается продажей вот этих вот фанфуриков. Это ни для кого сидящих, вот здесь вот не секрет. Если он торгует бытовой химией, то он точно так же торгует всякими, знаете, массивами, водами, шоколадами, духовыми, духовыми.